Название выставки «Весенний калейдоскоп» выбрано не случайно, ведь представленные на вернисаже работы буквально пестрят разнообразием красок. Каждый художник представил праздник весны по-своему. Кто-то в жанре батика, кто-то с помощью акварели и масел. Но даже полотна одного и того же мастера совершенно различные, как по цветовой гамме, так и по смысловому содержанию. Я, так сказать, с молодого полюбила керамику, долго занималась ею, а потом как-то захотелось немножко цвета. Я взяла, попробовала пописать батик. Вот попробовала и так потихоньку рисую. А есть у вас любимая работа? Нет, у меня, скорее всего, наоборот. Я когда делаю работу, чем больше ее делаю, тем она мне меньше нравится. И кончается тем, что уже, ну вот просто, еще чуть-чуть и лучше убрать с глаз долой. В Брестской художественной галереи «Беллард» это уже 63-я выставка. Некоторые из художников, чьи работы присутствуют на вернисаже, весенний кальдоскоп, не один раз выставляли свои полотна на соцзрителей именно в этих стенах. Но работы, посвященные женщинам, их красоте и мудрости, представлены впервые. С помощью вдохновения мастера выразили истинное предназначение прекрасной половины человечества. И судя по тому, как разнообразные, индивидуальные, гармоничные все творческие работы, истина женщины и заключается в красоте, исключительности и неповторимости. Во-первых, действительно, я знаю художника Жевелла, я знаю Наталью Кривицкую, но их работы я вижу впервые. И я так рада, что я их вижу. Особенно Наташа мне очень много рассказала об Атике, но сейчас я действительно увидела это вот искусство ее. Хотя керамику она мне подарила давно, ее работа у меня есть дома, она хранится. Ну и все остальные работы очень красивые. Алина и Татарникова очень мне понравились. Но поздравляют женщин в преддверии праздника не только художники, но и музыканты, вокалисты, а также танцоры. На концерте, посвященном всем женщинам нашего города, собрались как зрелые дамы, так и совсем юные девушки. Их всех поздравляли мужчины. Одни контактным жонглированием, другие виртуозной игрой на скрипке. Третьи посвящали дамам песни. Я хочу, чтобы эта песня, эта песня не кончалась. И ее услышав, ты спросила, и мое время прозвучало. Я хочу, чтобы эта песня, эта песня не кончалась. И ее услышав, ты спросила, и мое время прозвучало. Мы хотим поздравить просто с этим днем, сказать спасибо в первую очередь, то, что вы есть, то, что вы наполняете нашу жизнь смыслом, жизнь мужчин. На концерте женщины отдыхали душой, ведь все эти номера, а их более 20, посвящены им. И это им мужчины дарили невероятную энергетику и положительные эмоции, тем, кто силен своей слабостью. Ведь женщины во все времена вдохновляли мужчин на творчество и подвиги. Сегодняшнее мероприятие показало еще раз, сколько нот можно скомпоновать, чтобы они вылились в благозвучную мелодию, сколько слов можно сказать женщине, чтобы вызвать на ее лице приятный изгиб в виде улыбки. Однозначно буду делиться своим теплым настроением, теплым настроением души, дарить радость. Все-таки Международный женский день, день 8 марта, в этот день мы должны дарить только самое хорошее и только самое лучшее. Я поздравляю сегодня музыкой всех женщин нашего города. Что будете исполнять? Исполняю мою собственную композицию, она называется «Праздник». Женщину нужно любить, сказал не один классик. Пожалуй, что еще женщине надо, когда ее любят, когда ради нее готовы совершать поступки, когда ее боготворят. Любовь действительно делает прекрасных дам счастливыми, а когда женщина счастлива, она способна свернуть горы. Исполняю мою собственную композицию, она способна свернуть горы.